Всем привет! В этом видео хочу рассказать, как серная кислота будет взаимодействовать с металлами. Это важно, потому что свойства серной кислоты зависят от ее концентрации. И при взаимодействии с металлами будут разные продукты в зависимости от концентрации серной кислоты. Итак, первое, что вам нужно запомнить. Если у нас серная кислота разбавленная, вот я записала, с металлами она будет реагировать как обычная кислота. То есть металлы, которые стоят в ряду активности до водорода, будут вытеснять водород из кислоты. У нас образуется соль, сульфат металла и водород уходит в виде газа. Если же у нас избыток разбавленной серной кислоты, то у нас будет гидросульфат, кислая соль и водород. Но с этим понятно, да? Разбавленная серная кислота реагирует с металлами как обычные кислоты. Если же у нас концентрированная серная кислота, то в зависимости от активности металла, продукты взаимодействия концентрированной серной кислоты и металла будут разные. Активные металлы, которые стоят от лития до цинка включительно, будут нам давать сульфат данного металла. Если у нас металлы средней активности, от кармия до свинца включительно, у нас будет сульфат данного металла, соль, сера выпадает в осадок и вода. Если же у нас малоактивные металлы, те, которые стоят после водорода и до серебра, у нас будет соль, СО2 и вода. В данном случае это нужно выучить, потому что свойства концентрированной серной кислоты часто попадаются в тестах, в экзаменах. Это важно знать. Так же, как, например, и свойства концентрированной азотной кислоты. И что нужно еще по серной кислоте запомнить? Что железо, хром, алюминий пассивируются холодной концентрированной серной кислотой. Это тоже нужно знать. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях, я сделаю для вас видео ответ. Если вы не понимаете химию, пишите мне на WhatsApp в личное сообщение. Я беру учеников по химии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!